здравствуйте виноградари вы снова на канале виноградник за окном и с вами юрий егрутин очередной ролик моей школы начинающих виноградарей хочу пояснить что под каждым роликом из этой школы будет список всех частей этого цикла в том порядке в каком я рекомендую их просмотру потому что если вы не посмотрите первые части то вам очень трудно будет понять о чем идет речь в текущей потому что невозможно вместить всю информацию в один ролик и поэтому я некоторые вещи просто не объяснял а в будущем просто уделяю этому отдельные уже целые серии и в этом фильме я хочу рассказать почему при обрезке винограда на плодовое звено важно чтобы все сучки замещения на одном рукаве были всегда с одной стороны например с наружной либо с внутренней разницы особой нет но предпочтение отдается все-таки наружному сучку замещения так просто повелось уже издревле и давайте посмотрим на первый рисунок мы сформировали на нашем двухрукавном кусте первое плодовое звенье когда весной мы выщипывали вот эти почки нижнюю часть от головы куста до нижней проволоки то мы позаботились чтобы самый первый глазок то есть самый нижний на вот этой плодовой стрелке был наружным для куста и вот точно так и на левом рукаве вот этот глазок был наружным то есть вот так мы формировали самый первый сучок замещения из наружного глазка который мы предварительно оставили именно наружным но жизнь винограда с этим не заканчивается и теперь давайте рассмотрим следующую обрезку только уже одного правого рукава в будущем году я буду показывать только на одном рукаве так удобнее и так к осени следующего года это уже будет вторая обрезка и если на предыдущем рисунке у нас была весна то сейчас у нас уже осень обратите внимание вот у нас сучок замещения на нем выросли два побега один побег и второй побег и обратите внимание нижний побег опять я оставил наружным и вот у нас была плодовая стрелка на плодовой стрелке выросла у нас ну в данном случае 4 побега здесь у нас был урожай или не было урожая мы его срезали и вот теперь мы проводим обрезку на новое плодовое звено но предварительно у нас куст уже был обрезан на плодовое звено то есть это вторая обрезка и вот перед вами планируемая обрезка старую плодовую стрелку мы полностью удаляем вот будет у нас срез нижний побег на сучке замещения уже получается на старом мы обрезаем коротко на два глазка и мы получаем вот это новый сучок замещения а из верхнего побега формируем новую плодовую стрелку вот такая у нас схема обрезки и вот перед вами результаты этой обрезки обратите внимание что и старый сучок и новый сучок у меня наружные но пока что непонятно зачем я все это делаю а сейчас я этот правый рукав выделю на отдельном рисунке чтобы больше ничего не мешало и продолжим обрезку уже там и вот перед нами этот же рукав уже весной будущего года после двух обрезок на сучок замещения а теперь рассмотрим осень третьего года на старом сучке замещения у нас было два побега один побег и второй короткий побег вот этот побег у нас был плодовой стрелкой на плодовой стрелке выросли побеги один побег второй побег третий побег на них мы получили уже урожай единственное здесь расположение так как неудобно для рисунка а не так как он должен находиться у нас в природе на самом деле вот этот побег он должен быть подвязан горизонтально вот к нижней проволоке но для рисунка мне нужно именно так а вот на втором побеге это у нас уже был новый сучок замещения у нас выросло два побега и мы планируем опять обрезку опять наружный побег режем коротко на два глазка а верхней длинно на новую плодовую стрелку и вот более понятно значит вот старую плодовую стрелку я удаляю с частью первого сучка замещения вот у нас второй сучок замещения и вот я сформирую третий сучок замещения и вот уже перед вами третья обрезка на плодовое звено но до сих пор еще не понятно зачем все таки каждый следующий сучок оставлять наружным четвертый год планируем обрезку снова на плодовое звено и опять четвертый уже по счету сучок будет наружным и вот и результаты уже четвертой обрезки по счету на плодовое звено для полноты картины я еще продолжу и опять у меня смотрите плодовая стрелка и сучок уже 4 по счету и перед вами осень 5 года планируем обрезку с был вот первый сучок вот второй сучок вот третий сучок замещения вот 4 сучок замещения и вот мы сформировали 5 сучок замещения вот на четвертом сучке замещения у нас кроме того еще появилась новая плодовая стрелка. А вот старую плодовую стрелку мы будем удалять. Обратите внимание, что для простоты я не указал побеги, которые на ней выросли, вот здесь с этих глазков, и на которых мы получали урожай. И вот результаты этой обрезки. У нас сформировалось уже пятое по счету плодовое звено. Ну а теперь давайте переходим к той самой вишенке на торте. И вот последний рисунок. И вот теперь стало понятно, почему каждый новый сучок замещения мы оставляли наружным. Каждый год мы обрезкой, срезая старую плодовую стрелку, наносили на нашем рукаве раны, что все раны оказались на одной стороне нашего рукава. То есть смотрите, одна рана, вторая, третья. Вот здесь будет четвертая рана. Это если мы продолжим обрезку. И смотрите, вот эта наружная часть рукава не имеет ни одного среза, ни одной раны. То есть проводимость вот такого рукава, несмотря на наличие вот такого количества ран, довольно хорошая. И поэтому такие рукава служат дольше и продуктивность их, урожайность их тоже выше. И поэтому делаем вывод. Сделав в первый раз обрезку и нанеся первую рану, мы нарушили проводимость ткани рукава с одной стороны. И вот теперь каждый год новую рану нужно наносить как раз там, где проводимость уже нарушена. В принципе, не важно, каким избрать первый сучок замещения. Рекомендуют его брать наружным. Но если вы оставите первый сучок внутренним, то и все остальные нужно делать тоже внутренними. И тогда у нас с наружной стороны рукава будут раны, а вот внутренняя часть рукава будет полностью неизрезанная. Там проводимость будет хорошая. Самое важно, это часто не менять расположение сучка замещения с наружного на внутренний, либо наоборот. И представьте такую картинку, что вот второй сучок и четвертый сучок мы по какой-то причине оставляли внутренними, то тогда в отличие вот от такой ситуации у нас будет срез с одной стороны, срез с другой стороны. Рана с внутренней стороны куста, рана с наружной. Это очень плохо. Рукава практически окольцовываются этими ранами и их продуктивность очень низкая. И хочу еще добавить, что это опять перед вами чистая теория. На практике все бывает немного не так. Приходится и менять расположение сучков. Приходится иногда один год вообще обходиться без сучка. Но нужно знать идеальный случай и к нему стремиться. И еще один момент. Даже если вы не поняли, как я проводил эту обрезку на плодовое звено 5 лет подряд, именно в этом ролике. Но тем не менее, глядя на окончательный результат, вы можете убедиться, как важно соблюдать вот это правило. Сучок замещения всегда должен находиться с одной стороны нашего рукава. И кстати, на этом примере можно посмотреть, как сучок влияет на удлинение рукава. То есть, каждый год мой рукав удлинялся всего лишь вот на это междоузлие. То есть, в первый год вот на это междоузлие, во второй на это, в третий на это, в четвертый на это. Ну и в пятый будет вот на этом междоузлие. И за 5 лет обрезки мой рукав вырос всего лишь на 25 сантиметров. То есть, после такой обрезки, кусты находятся на одном и том же месте, и за ними очень легко ухаживать. Без использования сучка это просто невозможно. Ваш рукав убегит далеко вперед. Я думаю, что я ответил на этот вопрос, почему же сучок замещения всегда оставляется наружным. То есть, в принципе, можно оставлять как наружным, так и внутренним. Самое главное, не менять его расположение каждый год. И в заключении, если вам понравилось такое объяснение, если вы поняли это объяснение, не забудьте отблагодарить меня лайком, комментарием и подпиской. А с вами был Юрий Егорутин. До скорой встречи. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok